После рождения малыша, каждая мамочка хочет поскорее вернуть прежнюю физическую форму. Но как же это сделать, если о диете при кормлении малыша не может быть и речи? Остается только спорт. У меня в гостях сегодня Данил, его очаровательная мама, которая сама придумала восстанавливающую гимнастику для мам, у которых карапузики. Встречайте, Наташа Легай! Наташенька, да! Я тебе возвращаю Данечку, спасибо тебе большое, что ты доверила. Я расскажу о Наташе, которую я просто обожаю. Наташа Легай, победительница второго сезона шоу «Танцуют все!» И замечательная мамочка! Дай глаза, сыпай, баю-баю-бай, сердце тише, не мечтай. Силы отдавай, возврати их в край. Где цветет сирень, где кружится май. Наталочка, у тебя есть старший сын. Я знаю, что он талантливый тоже танцор. Вы вместе поставили танец. Это очень трогательно. И Данилу, как ты восстанавливала свою форму? Ну, конечно, хочется после рождения малыша побыстрее восстановиться. И, естественно, лишние килограммы мешают. И я придумала для себя гимнастику для того, чтобы не отлучаться от малыша. Такого свободного времени у меня не было. И вот мы такую придумали игру-гимнастику. Даньке это было очень, скажем так, весело, а мне как бы в пользу было. И это было очень важно для Наташи, потому что я знаю, Наталочка, ты же хотела вернуться в шоу «Танцуют все!» для того, чтобы защитить свой чемпионский титул. Ведь «Танцуют все возвращения героев» – это сезон, в котором Наташа вновь блистала уже в прекрасной форме. А Данилу в это время сколько было? Три месяца. Мы начинали, было три месяца. Вы представляете? Познакомьтесь, пожалуйста, с этими упражнениями, которые настолько эффективны были для тебя, а значит, помогут всем мамам, которые хотят вернуться в форму, да? Да, с удовольствием. Ну, у меня вот такой вот малыш будет легенький, но... Данечка, смотри, это подружка. Подружка. Тут очень важно узнать, с какого возраста можно делать эту гимнастику с малышом вместе? Я бы рекомендовала начать через месяц, так как вот этот первый месяц – это у нас реабилитация нашего внутреннего организма, вот, и поэтому... Поэтому обратиться лучше к врачу за рекомендациями, или если вы чувствуете себя здоровой, и малыш тоже в хорошей форме... Да, то можно начинать, абсолютно верно. Через месяц после рождения. И мы начинаем. Надюш, давай вот ты начинай, вот я буду рассказывать. Ты обнимаешь малыша, прижимаешь к его любимому месту, да? Вот так вот, да, очень хорошо держишь головочку. Абсолютно верно. И вот мы, Данилша, мне поможет, обнявши, мы кладем свое тело на спинку, да, и желательно, чтобы наши ножки зацепились за что-то. И поднимаемся, да. И вот такие вот упражнения довольно-таки... Ой! Данюша уже весело. Данюша просто очень весит много, вот. И вот такими движениями, да, мы вот поднимаемся и опускаемся, качается у нас пресс. Причем довольно активно. Малыш на самом деле рядом с тобой находится, ему действительно весело. Да, Даню, весело. У мамы укрепляется пресс, взаимоотношения с ребенком улучшаются. Есть еще упражнения? Да. Следующее упражнение у нас нужно положить малыша на спинку. Тоже абсолютно такое, скажем так, то, с чего можно начинать именно в этот период. То есть уже малыш будет делать упражнение? Нет, малыш не будет. Малыш будет с нами играться. Мы делаем упор лежа. Держим малыша, можно за ручки держать. Делаем упор, желательно, чтобы это был горизонт. И просто играемся и держим вот так. Давно я в куклы не играла. Сколько раз нужно делать предыдущее упражнение и это? Все зависит от вашего организма. Да, нужно начать с малого. Вот вы почувствовали усталость, то есть прекратили, да? И на следующий день чуть-чуть больше, больше и больше. То есть я бы начала, наверное, с восьми. Да. Восемь прессов, а потом ты увеличивала до какого количества? Ну, у меня выходило где-то до двадцати. То есть, ну, двадцать, я думаю, что достаточно, но я как бы делала два раза в день эту гимнастику. Два раза в день? Два раза в день. То есть, ну, я танцор, и мне нужно больше нагрузки для того, чтобы восстановиться. Я думаю, что обычной женщине достаточно один раз делать гимнастику в день. И вот эти упражнения, в принципе, нам с вами знакомы, потому что и планка, и упражнения для пресса, это то, что нам показывала Анита Луценко, когда была у меня в гостях. Но здесь такая прелесть вместе с малышом. Смотрите, какой Данечка вырос красивый и здоровый. Следующее упражнение у нас такое. Тоже кладем малыша к себе на ножки. Можно, я вот взяла с собой такую мягкую подушечку, для того, чтобы Данечки не давили мои косточки. То есть, главное, чтобы ребенку было комфортно, да? Да, абсолютно верно. И то же самое. Кладемся, да, и вдруг с того не сего появляемся. Ку-ку. Да. Продолжаем. Ку-ку. Ку-ку. Да. Ку-ку. Малыш сейчас реагирует на зал, да? Ну, обычно он находится в связи с мамой. Наташа, мне что-то кажется, что папам с пивным животиком тоже очень полезно вот такие упражнения с малышом делать. Возможно, да. Мы укрепляем пресс. Разные упражнения, но объединяет их одно. Это специальная гимнастика для мам, которую разработала лично Наташенька Лега и таким образом вернула себе прекрасную физическую форму. Какое еще упражнение сделать? Следующее упражнение, естественно, для нашей красоты. Попы? Да, попы. Нам тоже будут помогать наши помощники. Мы кладем на спиночку себя. Сядем малыша, да. И поднимаем, получается... Ой, какое веселое это упражнение. Получается вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Да, она получает удовольствие. Дальше немножечко усложняем. Мы можем делать тройной, да. Выше, 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 вниз. Выше, выше, выше. Вниз, выше, 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 выше. Наталочка, какие мышцы мы укрепляем таким образом? Здесь ягодички. Наши ягодички, да, будут возвращаться в нашу форму. По-моему, и бедра тоже напрягаются, если правильно делать. Да, и бедрышки напрягаются, да, абсолютно верно. Те, кто немножечко попозже, можно увеличить с ножичкой. Еще хочет. С ножичкой, да. Можно с ножичкой делать. И чем выше вы будете поднимать свой таз, тем это будет эффективнее. Одну ножку и вторую. Тоже желательно начать с восьми, вот, и дальше увеличивать. Но не забывайте при том, что если вы делаете нагрузку на пресс, его нужно нагрузить, а потом растягивать. Тогда это будет эффективнее. А как это сделать вместе с малышом? Мы делаем вот такие вот растяжки с малышом. Можно и массажик ему даже делать в этот момент. Да, можно и массажик, абсолютно верно. На самом деле ребенку очень весело, он любит такую гимнастику, потому что много движений. И мама рядом, да, мой парусик? Да, и мама рядом. Есть еще упражнение, Наташа? Есть еще упражнение. Это уже более взрослому малышу, когда он уже немножечко умеет сидеть. Ага. Мы кладем его на шею. Придерживаем его. А видно же, что для Данечки это привычное дело. Да, он очень любит на маме кататься. Вот, ножички, получается, у нас на ширине плеч. Возможно, чуть-чуть шире. И мы вот такими вот движениями... Ух, да. Тут у нас тоже немножечко напрягаются косые наши мышцы живота. С помощью этого упражнения мы укрепили опять наши ягодицы, пресс, заднюю поверхность бедра. Но мне кажется, тут вот как-то очень осторожно нужно делать это упражнение. Не у всех мам такая хорошая форма, как у тебя. Очень многое зависит от наклона, да. Чуть-чуть меньше наклон, получится меньше нагрузки и на ребеночка, и на вас. То есть, мамочки, помните о том, что все-таки вы не сами делаете эти упражнения, а с вашими любимыми детками. Соблюдайте осторожно. Если, конечно, этому не приносит большое удовольствие, нужно искать какие-то движения, которые приносили бы радость вашему малышу. Вот еще одно есть движение, называется «Солнышко». Солнышко. Да. Это мы так назвали. Мое ты «Солнышко». Да, вот оно у нас и «Солнышко». Получается, нам нужно вот как бы в коридорчике, вот в таком, да, через наклон в сторону. Ну, это нагрузка, Наташа. Да, это нагрузка. Абсолютно верно. Этим у нас и будут качаться мышцы. А что именно? Здесь боковые косые линии живота у нас качаются. Немножечко попадают на заднюю мышцу. Тут, если, например, низкий потолок в квартире, то можно даже достать ребенка на до люстры. Будьте, пожалуйста, осторожны. Будьте очень осторожны. Сколько таких вот вращений ты рекомендуешь? Все желательно по восемь. В одну сторону, в другую. Но, опять-таки, смотрите от своей подготовки вашего организма. Если вам нужно меньше, делайте меньше. Главное, чтобы это было, ну, ежедневно, да, вот. Тогда это принесет пользу. Если один раз делать в неделю, то, я думаю, никакой пользы не принесет. Если мы будем заниматься регулярно, а ты сказала, что нужно делать каждый день, один раз в день минимум, сколько времени займет этот комплекс? Я думаю, достаточно полчаса. И через какое время будет заметен эффект? Скажем так, на себе заметила эффект уже через полтора месяца. И при этом Данечка подрос и получила удовольствие от общения с мамой. Нужно эту гимнастику делать до кормления ребенка, потому что ребенок в момент вашей гимнастики тоже имеет нагрузку и, скажем так, делает покачивание, поэтому, когда ребенок накормлен, это не совсем хорошо. Нужно обязательно сделать гимнастику, а потом уже покусать. Отлично! Спасибо! Не прекращайте регулярных физических тренировок, если в вашем доме появился малыш. Ведь теперь мы знаем, что можно делать это вместе с ним. Привет, YouTube! Хочешь отличную фигуру? Тогда подписывайся на наш канал, и мы будем заниматься с тобой вместе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!